Светлая память Старца Архимандрита Иоанна Крестьянкина Скорбные известия о кончине духовника Псково-Печерской обители Дорогого и любимого старца Иоанна За считанные часы облетела всю Россию Болью отдаваясь в каждом сердце Как истинный пастырь добрый Отец Иоанн все силы своей души и любовь своего сердца Отдавал святому делу души попечения В последние годы жизни из-за возраста и болезней Он не имел возможности принимать всех жаждущих его совета Однако письма из разных концов света Приходили сотнями и тысячами И всякий, кто встречался с ним Говорил или писал отцу Иоанну И открывал ему свою душу Становился еще одним из его многочисленных духовных чад 5 февраля 2006 года На девяносто шестом году жизни Причастившись в святых христовых тайн Старец Иоанн мирно отошел ко Господу Боже я, новопредставленного старца Архимандрита Иоанна Я вежу простить всему всякому преврешению Вольному же и невольному 7 февраля совершилось отпевание Архимандрита Иоанна Крестьянкина В 9 часов утра началась заупокойная литургия В Сретенском храме Псково-Печерского монастыря Людей было так много, что даже те, кто не попал в храм Стояли у открытых его окон и дверей Не обращая внимания на 30-ти градусный мороз Не скрывая слез и горьких воздыханий Все молились как бы едиными устами Об упокоении в селениях праведных Дорогого и любимого батюшки-старца Иоанна Ставшего для тысячи тысяч людей Поистине самым близким и дорогим человеком Духовным наставником, отцом, молитвенником В субботу он, как обычно, причастился к святых христовых желтарящих тайн А вечером в его келье была прочитана служба Наученикам и исповедникам российским Старец был слаб Но очень внимательно слушал канон, посвященный новомученикам и исповедникам Многих известных ему лично А наутро, причастившись к святых животворящих тайн христовых Тихо и незаметно для служивших его немощи Отошел ко Господу Еще задолго до этого, 25 июня 2005 года Батюшка продиктовал свое духовное завещание Вот оно Дорогие мои, родные и близкие К закату преклонился день моей жизни И я уже дважды получил о том извещение В первый раз 10 лет тому назад Но чьи-то молитвы преклонили Господа На милость И продлили мое пребывание в земной юдоле А вот 2 декабря 2004 года Я зримо увидел, что уже переплыл реку моей жизни И стою в преддверии вечности И как благодарность Богу и Святой Матери Церкви На главное засвидетельство о том, что промысел Божий ведет нас По жизненному пути Оставляю краткие записи Как зерцало, отражающее эту очевидную истину Мои разрозненные эпизодические повествования Записывались с 1981 года И это не были рассказы обо мне Но иллюстрации некоторых жизненных ситуаций Теперь же, когда это лоскутное одеяло сложилось И я перелистал страницы своей жизни Возвращаясь в прошлое Я сам умилился, узрев богатство милости Божией ко мне Убогому и грешному человеку И на пороге новой жизни Той жизни, которая вызрела на земных пажетях Стою я с замиранием сердца В ожидании встречи с Господом моим Встречи, к которой стремилась душа моя всю жизнь А вам, как просьбу о молитвенной памяти обо мне Оставляю эти записи о жизни в Боге И в проверенное самой моей жизнью завещание Дорогие мои, чадца Божия Верьте Богу, доверяйтесь Ему Всегда благое о нас воле Приимите все в жизни и радость, и безотрадность, и благоденствие И злоденствие, как милость и истину путей Господних И ничего не бойтесь в жизни, кроме греха Только Он лишает нас Божие благоволение И отдает во власть вражьего произвола и тирании Любите Бога Любите любовь и друг друга до самоотвержения Знает Господь, как спасать любящих Его Архимандрит Иоанн 25 июня 2005 года Ревностно служа Церкви Христовой Архимандрит Иоанн Кристианкин Предстоял в молитве за народ Божий Перед престолом Господа Гвоздевая чистые руки без гнева и сомнения Батюшка по заповеди Спасителя Возлюбил ближнего, как самого себя Старец не слухом, а сердцем услышал и принял повеление Божие Пророку Исаии Утешайте, утешайте, народ мой Говорит Бог ваш Вся жизнь отца Иоанна Это горение в вере, служении Богу, Церкви и людям С утра в храме на молитве у престола Или у креста и Евангелия на исповеди Затем шествие в келью В окружении толпы чающее утешение Монашеская келья не стала для отца Иоанна местом уединения Долгими часами встречи с людьми С каждым батюшка разговаривал, утешал, наставлял Со всяким долготерпением и назиданием Так и за дня в день многие десятилетия Своим ревностным служением Отец Иоанн являл подвиг исповедничества На этой фотографии виден дом в два оконца, где жила семья Крестьянкиных 11 апреля 1910 года в городе Орле в семье Михаила Дмитриевича и Елизаветы Иларионовны Крестьянкиных Родился восьмой ребенок Мальчика назвали Иоанном В честь празднуемого в этот день преподобного Иоанна Пустынника Крестили младенца в храме Ильи Пророка на песках Рано семья осталась без кормильца Когда Ване было два года, отец его умер С малых лет Ваня прислуживал в храме Был послушником у известного своей монашеской строгостью Орловского архиепископа Серафима Остраумова После средней школы Иван Крестьянкин окончил бухгалтерские курсы И переехав в Москву, работал по этой специальности Орловская старица Вера Александровна Логинова Благословила его на жизнь в Москве Пророчески предвидя будущее пастырское служение И монашеское делание отца Иоанна 14 января 1945 года в храме на Ваганькове Митрополит Николай Иерушевич Посвятил Ивана Крестьянкина в Сан Диакона На праздник Иерусалимской иконы Божьей Матери 25 октября того же года патриархом Алексеем I Диакон Иоанн был рукоположен в сан священника В Измайловском христорождественском храме в Москве Где и остался служить Не оставляя свое пастырское призвание Продолжая служить Богу и людям Отец Иоанн сдал экстерном экзамене в семинарию И поступил в Московскую духовную академию Где написал кандидатскую работу О священстве батюшка говорил Мы же священники Образ Христов Христова любовь Мы Христово тело Которое может быть распято Мы Христова кровь Которая может быть излита Но не устрашимся же трудов и лишений В обверенном служении И отвечая любовью на любовь Христову Возложим на себя Иго Христово И с терпением Понесем его до конца своей жизни С нами Бог Да будет всегда Ваня Крестьянкин воспитывался своей матерью Глубоко религиозной и благочестивой женщиной Вложившей в его душу крепкую веру По благословению архиепископа Серафима Остраумова Строилась его жизнь Многие духовные столпы веры и благочестия Встречались на жизненном пути отца Иоанна И оказали большое влияние на его духовное становление Некоторые из этих подвижников впоследствии Были прославлены в лике святых Духовную академию отцу Иоанну закончить не удалось Он был арестован и осужден по статье За антисоветскую пропаганду и агитацию На семь лет исправительно-трудовых лагерей Отец Иоанн был досрочно освобожден И направлен служить в Сковскую епархию Потом переведен в Рязанскую В июле 1966 года Глинским старцем с хиархимандритом Серафимом Романцовым в Сухуме Батюшка был пострижен в монашество С именем Иоанн в честь апостола И евангелиста Иоанна Богослова Весной 1967 года Иеромонах Иоанн Вступил в братью Псково-Печерского монастыря Господь сегодня напоминает нам И о единственности Непрелухности Спасительного пути Пути Креста И страданий И вдохновляет На нем надежды Пет Христово Воскресения Виден только с креста Крест Крестов Вознесен над миром Со времен Спасительного Страданий Господа Но и всякий Пришедший в мир Человек С рождения Наследует Крест Прародителей Своих И неизменно До конца дней Несет Его По жизни Земля же Есть Юдоль Платья И Печали Вместо Изгнания Приступившему Божие Поверение Полна Скорби И Страдания Присмотритесь Други Наши Жизнем Вне Христа Как Часто Они Кончаются Духовной Смертью Намного Раньше Смерти Физической Зло И Грех Пожирают Человеки Все Человечество Глоб Ненасытно И Ненасытен Человек Вослед Крест Слой Слой Сложет Преобразиться Спасительный Крест Только Тогда Когда С ним Пойдут Послед Кресту Крест 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 Перед Перед Нами Пример Полного И Истинного Самоотвержения Он Будучи Сыном Божиим Пришел В мир В рабе Смирил себя И был Послушлив Даже До смерти И Смерти Кресту Он Ответ За Самой Жизни Чтобы Спасти Его Но Я Люблю Его Он Родил Для меня Ни с чем Несравнимая Радость Святой Пасхи Но К этой Радости Я Могу Приблизиться Только Со Своим Крестом Я Должен Добровольно Взять Свой Крест Я Должен Полюбить Его Признать Себя Вполне Достойным Его Как бы Труден И тяжел Он Либо Взять Крест Это Значит Великодушка Переносить Насмешки Поношения Гонения Скорби Которыми Греховный мир Не Поскупиться А Дарить Послушника Христову Взять Крест Это Значит Претерпеть Безропота И Жалоб Тяжкий Невидимый Никому Труд Над собой Невидимое Томление И Мученичество Души Ради Исполнения Евангельских Истин Это И борьба С духами Злобы Которое Яростно Постаю На Того Кто Боже Желает Сверху Себя Ему Грехов И Подчиниться Господу 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 И Семьи Христа Моего Поэтистницы Мне Несторг Укрепи Меня Отец Семьи Сердце Морит Морит Сердце Морит Сердце Морит Искорбит Но Оно Уже И Радуется Сладостной Погодности Богу И Своему Причастию Страданиям Христу Это Несение Своего Креста Безропота С покаянием И Слабословием Господа Есть Великая Сила Таинственного Исповедания Креста Не Не Только Умовы Сердцем Но Собив телом Перед нами редкие, бесценные кадры кинохроники, сохранившие для сегодняшних и последующих поколений образ батюшки, его облик, голос, его молитву. Песня Неразделимая и вседительная троица, отче, сынья и души святы, единя истинный Божий и творче наш, нынешние наши приевшие благодарения, не спасли нам благодать и силу от высоты святого престола твоего, да поправши все плотские похоти, во всяцем благодатье и силу от высоты святого престола твоего. Милостивый Господь отмерил батюшке Иоанну долгую жизнь.